Глава 3, подзаголовок 4. Неразборчивость в средствах насилия. Террор. Глава 4. Неразборчивость в средствах Глава 4. Неразборчивость в средствах насилия. Террор. Саддам использовал химическое оружие против курдов в своей стране. Достоверно известно о результатах газовой атаки в Халабдже. Две тысячи убитых из числа гражданского населения. Другим проявлением преступной неразборчивости в выборе средств введения военных действий являются многократные бомбежки, которым подвергали Ирак и Иран торговые суда нейтральных стран в Персидском заливе. Саддам Хусейн сознательно размещал свои военные объекты вблизи исторических достопримечательностей. Как правило, арабские режимы стараются не использовать столь грубые средства насилия против Запада. Даже самые фанатичные тираны понимают, что Запад слишком силен и избегают фронтального столкновения с его интересами. Именно поэтому террор был избран арабами в качестве самого безопасного насильственного средства для поражения западных целей. Инспирируя и осуществляя террористические акты, арабские режимы могли отрицать свою вину и ответственность. Суверенные государства, такие как Сирия, Ирак и Ливия, обеспечивали террористов оружием, информацией и деньгами, используя в качестве пересыльного канала свои дипломатические службы. Иногда к осуществлению терактов привлекались официальные разведывательные органы этих стран. Таким образом, террор превратился из местного явления, характеризующего ближневосточную политику, в международную эпидемию самых широких масштабов. Следует подчеркнуть, современный международный террор является эксклюзивным экспортным продуктом Ближнего Востока. Его методы – это методы арабских режимов и группировок, унаследованные затем всеми остальными террористическими организациями мира. Взрывы пассажирских самолетов, захват заложников, минирование посольств, убийство дипломатов. Арабский террор распространился по всему миру, за исключением государств Советского Блока. Его жертвы были уязвимы повсюду – в Лондоне и Париже, в Бангоке и Карачи, в Риме и Вене, до тех пор, пока жесткая политика, санкционированная Соединенными Штатами, не привела к сокращению масштабов этого отвратительного явления. Арабский террор собирал обильную кровавую дань из самих арабов. Скорее всего, число жертв террора в одном только Ливане больше, чем во всех остальных государствах мира. В 1984 году Мухсейн Мухаммед, редактор египетской газеты «Альгум Хурия», сокрушался по поводу склонности арабских террористов к насилию против своих соплеменников. Цитата «Число террористических организаций в арабском и мусульманском мире возрастает. Эти организации убивают арабов и мусульман повсюду. Некоторые из них были созданы арабскими правительствами специально для устранения политических противников, беженцев и эмигрантов во всех странах мира». Конец цитаты. Разумеется, не все арабские государства подобны Сирии, Ливии или Ираку. Одни арабские режимы являются настоящими хищниками, другим отводится роль добычи. Существуют относительно умеренные арабские режимы, которые пытаются отдалиться от жесткой тоталитарной модели, усвоенной радикалами. Все же это не меняет общей картины ближневосточной политики. Вывод напрашивается сам собой. Он неизбежен. Насилие пронизывает политическую жизнь всех арабских стран. Оно служит главным средством политической борьбы и применяется как против самих арабов, так и против остальных народов. До сих пор я не касался арабо-израильского конфликта в силу одной очевидной причины. Ни один из упомянутых выше кровавых ближневосточных раздоров не имеет ни малейшего отношения к конфликту между Израилем и арабами. Тем не менее, почти любая дискуссия по проблеме мирного процесса в кавычках на Ближнем Востоке полностью сосредоточивается на Израиле и палестинцах. Таков прямой результат многолетних усилий арабской пропаганды, цель которой – отвлечь внимание международной общественности от подлинных причин нестабильности в регионе. Эта пропаганда услужливо подсказывает ложный выход из существующего положения, ставя во главу угла палестинскую проблему.